В этой студии звукозаписи почти всегда исполняются песни на белорусском языке. А еще на репетиционной базе можно понаблюдать, как опытные музыканты играют на старинных инструментах. К примеру, на колесной лире. По форме она напоминает скрипичный футляр. Такой инструмент делали еще в средневековье. Сегодня не все музыканты придали его забвению. Наша музыка, то, чем мы занимаемся, она связана с белорусской культурой. Она всегда была связана. Мы играем на музыкальных инструментах традиционных, средневековых и белорусских. У нас есть в составе колесная лира, жалейки, флейты, скрипка. На днях брестская группа участвовала в крупнейшем конкурсе социальных проектов страны «Соушел Уикенд» и боролась за призовой фонд в более 90 тысяч белорусских рублей. Музыка, которая звучит на традиционных белорусских инструментах, должна помочь молодым людям в их стартапе, который называется «Час по данняу». Мы собираемся записать подкасты с музыкальным сопровождением. То есть мы создадим свои собственные истории на основе белорусской мифологии и оформим их в виде подкастов, сопроводим их красивой музыкой, то, о чем я говорила, то есть аутентичной. И, собственно говоря, потом из лучших мы сделаем сборник и выйдем на дисках. Мы хотим показать, что белорусская мифология – это не только Перун, и Беларусь – это не только вышиванка. Есть очень большой пласт культуры, обо котором никто не знает. Мы уже много лет этим всем занимаемся. Стартап направлен на сохранение и популяризацию белорусской культуры. Преподнести белорусскую мифологию в современном виде – задача не из легких. К сожалению, в полуфинал конкурса брестская группа не вошла, но проектом заинтересовались столичные инвесторы. Продолжение следует...